привет дорогие друзья и сегодня снова с вами я катя жести мы будем готовить офигенный очень простой быстрый рецепт из пяти ингредиентов это что-то между тирамису и холодным освежающим чизкейком у этого рецепта есть один минус только то что ему необходимо находиться в морозилке 4 часа а приготовление займет всего лишь 22 минуты и так наши волшебные 5 ингредиентов овсяное печенье маленькие слегка переспевшие вот такие вот бананчики шоколад восемьдесят шесть процентов с горечью идеальный сыр маскарпоне сливочный но это может быть любой другой сыр и как вы думаете что это я думаю что вы думаете что это сгущенное молоко или карамель но нет это дюльце далечо это что-то между сгущенным молоком и карамелью готовится из кокосового молока здесь нет вообще сахара богат огромным количеством жиров соответственно придаст нашему десерту жирность вместе с маскарпоне и количество калорий мы заберем не за счет углеводов а за счет жиров начинаем и приступаем к приготовлению мы начнем с паровой бани нам понадобится кастрюлька я хочу вам напомнить что в кастрюле должно быть немного воды чтобы она не касалась дна это очень важно мы возьмем 50 грамм прекрасного черного шоколада с чем с горчинкой все верно также мы будем сейчас с вами использовать обалденное овсяное печенье которое я думаю любят не только мои дети но и ваши мы его с вами просто перебьем нам понадобится 300 грамм я вам сейчас покажу вот я вот эта форма и вот я рассчитываю на нее если она у вас чуть больше или чуть меньше соответственно ингредиентов будет также больше или меньше вы можете это сделать вручную но идеальный способ идеальный вариант это конечно же что это вот такой вот блендер мы сделаем это в два этапа и соединим с шоколадом вы готовы я вынимаю это будет наш с вами корс отлично отлично теперь смотрите если бы у меня был чуть чуть побольше комбайн я бы и каш этого не делай не разделяла но я обхожусь ровно тем что есть у меня у вас тоже может быть маленький блендер окей этого будет достаточно мы сюда чуть-чуть добавим оливковое масло буквально пару капелек сейчас есть шоколад не должен кипеть пару капелечек да чтобы у нас получился хороший плотный и достаточно мокрый корж ну может быть пол чайной ложки и вторая часть поехали помимо того что четыре часа мы стоим в морозилке еще два часа он должен простоять в холодильнике я перед тем как готовить его на передаче проэкспериментировала раз 500 дома он реально очень вкусный еще у него знаете какое классное преимущество в том что он может храниться до 7 8 дней просто в морозилке вы его достали поставили в холодильник и вот он получается такой невероятной консистенцией поехали итак кульминация мы добавляем шоколад 50 грамм напомню не больше добавляем вот сюда вот сюда и и ооо какая красота есть есть закрываем давайте посмотрим что у нас получилось готовы это обязательно хорошо мы сейчас это все перемешаем ручками или лопаточкой или как нам удобно так теперь мне понадобится лопатка я сейчас все это перемешаю хорошо и я рекомендую вам для того чтобы форма она и так хорошо отстанет но нам нужно чтобы она очень хорошо отстала дно формы проложить пергаментной бумагой так будет очень удобно и не все до перебилась но ничего страшного это не повлияет вообще никак на вкусовые качества моего десерта так заложили пергаментом и выкладываем обязательно нам нужна помощь лопатки чтобы все утрамбовать вернемся почему я очень люблю этот десерт вы его не съедите много как и допустим тирамису потому что здесь самые два важные компонента это как раз таки дюльси де лечо да которая состоит из кокосового молока соответственно там очень мало углеводов огромное количество жиров и маскарпоне это один из самых важных ингредиентов то есть основную часть калорий мы забираем не углеводами а жирами и это прекрасная вещь для тех кто снижает вес то есть мы бы ее назвали такой жировой бомбой и вот если говорить о типах телосложений то женщинам там с яичниковым типом телосложений очень хорошо подходит этот десерт даже те кто находится на системе сжигания жира подкожного но здесь очень важно что точно это может быть не ужин а это может быть один из вариантов допустим какого-то завтрака или такого так мне не знаю я не люблю слова читмил но это вариант который очень хорошо вам может закрыть недобор и недостачу питательных веществ с точки зрения дефицита если вы на нем находитесь но в правильном соотношении утрамбовала свой коржик теперь готовлю самое главное я взяла вот такие маленькие переспевшие бананы потому что именно вот переспевшие бананчики дают ощущение карамели смотрите мы вообще кстати не добавляли сахар шоколад у нас без сахара дюль сидалете у нас без сахара ведь и вот это настоящий мини бананчики подошли большие бананы которые мы часто видим у нас супермаркетах это кормовые бананы которые приезжают как правило к нам практически все зеленые. Вот эти бананчики, они имеют вот такой красивый желтоватый цвет и придадут просто невероятный аромат этому десерту. Мы сейчас третьих компонентов соединяем в одно. Тоже, видите, у нас маленькая емкость, но это не страшно. Мы сделаем в два этапа. Первый этап – половину ингредиентов, и вторым этапом вторую половину ингредиентов. И зальем это все. Маскарпоне. 500 грамм. Вот это соотношение, которое я произношу, оно имеет здесь ключевое значение, потому что здесь важно, чтобы корж был тонкий, а само суфле, которое мы получим, чтобы оно было максимально большим по объему. Дюль седалеча. Добавляем половинку. Это намного вкуснее. Это такой аромат между карамелью и между нашим любимым сгущенным молоком, но это вкуснее реально, чем то, что вы ели в детстве. Закручиваем, перемешиваем. Нам нужно соотношение густой-густой сметаны. Супер! Смотрите, как классно у нас получилось. Мы это выливаем. Вот это то, что нам нужно было. Супер! И делаем вторую часть. Итак, заливаем нашу всю смесь. Равномерно мы сейчас ее распределим лопаточкой. Десерт готов. Ему нужно дать время только застыть. Здесь имеет значение форма. Вот я купила в форме сердца. Это красиво, выигрышно. Вы можете купить в любом, в любой форме, которая вам подходит. Но мне кажется, сердце, это так сентиментально, так классно. Красиво ее распределяем. Смотрите. Значит, что делаю я всегда? Я готовлю с вечера, на 4 часа отправляю в морозилку, потом ставлю себе будильник и на 2 часа отправляю в холодильник. Все. И оно получается такого... Я даже... Ну, потом посмотрим с вами через 4 часа, какой у нас готовый будет продукт. Но это очень вкусно. Супер! Все готово. Я пошла относить все в холодильник. И покажу вам, как я буду измельчать шоколад. Видите? Класс. Ни один вам нож кулинарный, я имею в виду терка кулинарная, не сделает этого. Не жалейте. Вот у меня произошла такая ситуация. Реально. Я приготовила его с вечера, утром проснулась, открываю эту форму сердца, и он у меня просто плашмя падает на пол. И, во-первых, он не потерял свою форму, потому что он был максимально застывший. Во-вторых, его присыпало шоколадом, и оно казалось, вроде бы, я не знаю, как из фильма. Вот. В этот шоколад просто подготовьте, засыпите в контейнер, и тоже можете поставить в холодильник, он уже приобретет, тоже приобретет очень красивый такой. Вот видите? Вот смотрите, какие штучки получаются. Такие круглые штучки, но ни одна вам терка этого не сделает и не повторит. И таким хорошим слоем мы с вами потом его присыпем. Все, ждем 4 часа, и я покажу, как это будет выглядеть. Ну что ж, кульминация нашей передачи. Так. Готовы. Дюльси Делеча чувствую уже сейчас. Очень вкусно. Вот и правда, не потому что готовила я, а очень вкусно. Всем приятного аппетита. Субтитры подогнал «Симон»!